Вот и настало время поговорить о том, можно ли собрать интересную современную стереосистему не за миллионы. Я решил попробовать построить несколько разных сетапов, которые бы не уничтожили бюджет и посмотреть, что из этого выйдет. Основой наших недорогих суперсистем станут два идейно-разных усилителя Роксана Тесса. Я их в первую очередь выбрал за проверенную схемотехнику. Они работают в режиме класса АБ, ну чтобы исключить хейт со стороны ненавистников класса Д и разные экзотики. Также это достаточно современные усилители, они очень круто сделаны. Вот реально, достаешь их из коробки и чувствуешь, что это хорошая штука, железяка, да? И это реально усилители с хорошей ценой. У нас на них цены даже ниже, чем в Европе сейчас. Плюс один из них, черный, это вот этот верхний, да? Это стриминговый усилитель, который у нас представляет систему все в одном. Обладатель звания лучшего стримингового усилителя по версии Эйса в сезоне 2022-2023 годов. Ему нужны только колонки, остальное все уже в базе. Встроенный цифровой проигрыватель на Блюос, заодно на нее еще и посмотрим, да? Который также еще и Рун Реди. Стоит такой на момент съемок без малого 190 тысяч рублей. А панирует ему серебристый, вот этот внизу. Это обычный усилитель без встроенного стримера. Стоит такой 120 тысяч, что заметно дешевле. Однако, ему нужен внешний источник, на который придется потратиться. У Роксан как раз вышел родственный CD-транспорт, который я и буду использовать. Он стоит 60 тысяч. Получается, что пара серебристых компонентов обходится в 180 тысяч, что на 10 тысяч дешевле, чем один черный устремитель. Таким образом, у нас есть система для тех, кто хочет пользоваться только современными достижениями в виде стриминга и цифровых файлов с минимумом компонентов. И вторая, более ортодоксальная система для тех, кто предпочитает все-таки более классическое решение с физическими носителями, а именно компакт-дисками. Осталось всему этому добавить колонки. У меня здесь собралось 4 пары. Двое полочников и двое напольников. Полочники это монитор Audio Silver за 105 тысяч рублей. Это двухполосные колонки с твиттером и большим 20-сантиметровым медвуфером из фирменного композита Secam, представляющего собой жесткий и легкий сплав алюминия, магния и керамики. Сзади у них фазоинвертор и сдвоенные клеммы под биампинг. И полочники покрупнее. Warfdale Linton за 106 тысяч. Но в комплекте с фирменными стойками, как у меня здесь, они обойдутся уже в 141 тысячу. Это уже трехполосные колонки. Твиттер здесь с шелковым куполом. Кевларовый среднечастотник диаметром почти 13 сантиметров. И 20-сантиметровый кевларовый басовик. Сзади сдвоенный порт фазоинвертора и пара клемм без возможности биампинга. Напольники. Монитор Audio Silver 300 за 205 тысяч. Так мы дополнительно сможем оценить одну и ту же модель в полочном и в напольном варианте, да? Это тоже трехполосные колонки. Все драйверы из композита Secam. Из отличия от полочников, здесь появляется средневысокочастотный модуль со среднечастотником диаметром 76 миллиметров. Они как бы объединены с твиттером в одну группу. Ниже два басовика диаметром 15 сантиметров. Сзади два порта фазоинвертора и сдвоенные клеммы под биампинг. И самые дорогие напольники в тесте. Система Audio Legend 40.2, которые обойдутся уже в 350 тысяч. Это также трехполосные колонки. У них классический твиттер с мягким куполом, плюс карбоновый среднечастотник и два басовика диаметром 13,5 сантиметров. Сзади фазоинвертор и клеммы без возможности биампинга. Эта модель должна у нас выступить определенной вершиной наших сетапов. Вот и посмотрим, что из этого выйдет. Итого, из моего набора можно построить до 8 готовых стереосистем на разные бюджеты с разными сценариями использования. Стоимостью от 285 до аж 540 тысяч рублей. Ну что же, давайте посмотрим, что же здесь получилось. Для начала нужно познакомиться с компонентами поближе. У меня на канале есть подробные обзоры усилителей, ссылки на ролики будут в описании. Но здесь я кое-что тоже расскажу о них, тем более, что CD-транспорт от Эсса я вижу впервые. Да, многие помнят, что в линейке от Эсса был еще проигрыватель винила, но производитель его снял с производства, к сожалению, из-за трудностей с какими-то необходимых комплектующих. В общем, обычные трудности производства в постковидные времена. Ну а никто не мешает подключить сюда любую другую вертушку. Встроенный ММ-фонокорректор здесь вполне приличный. Что нужно знать про эти усилители в целом? Они работают в режиме класса АБ, выходная мощность их 80 и 130 Вт на 8,4 Ом соответственно, с КНИ меньше 0,1%. Внутри неплохой источник питания с тором 400 Вт Ампер, по три аналоговых входа, один из которых тот самый ММ-фонокорректор, один выход с предусилителя, который можно использовать для подключения сабвуфера, и аж четыре цифровых входа, две оптики и два коаксиала, даже не у стримингового усилителя. То есть в каждом из этих усилителей стоят ЦАПы на чипах Бюр Браун, которые, кстати, поддерживают наш любимый теперь МКУА. Ну и Bluetooth с поддержкой APTX тоже в комплекте есть. У усилителей есть небольшое управляющее приложение Maestro Unite, с помощью которого вы можете обновлять прошивку, я вот как раз обновил при первом включении. И здесь можно делать кое-какие настройки, такие как управление триггером, включить автоматическое отключение, отрегулировать баланс каналов и чувствительность его аналоговых входов, и выхода на наушники даже. Плюс можно сменить иконки входов, которые отображаются на его небольшом дисплее. Довольно неплохо, я считаю. В принципе, эти два усилителя отличаются только тем, что у черного есть стриминговый модуль на Блюос, за который вам придется добавить 70 тысяч рублей. Стоит ли он того? Давайте посмотрим. Технически, да, только стример добавляется, но фактически вместе с ним вы получаете еще и сертификацию RUNREADY и доступ усилителя к вашей локальной сети, пару USB-входов для подключения жестких дисков, AirPlay 2 и все плюсы платформы Блюос. Давайте о ней сейчас и поговорим, кстати. Почему здесь появилась Блюос вообще? Тут не помешает включить познавательную часть нашего блога. Дело в том, что лидером и пионером массового использования стриминга в домашнем Hi-Fi была Sonos, завоевавшая любовь широких масс благодаря простому и удобному приложению. То есть те люди, которые собирались слушать у себя дома цифровую музыку в те времена, они выбирали Sonos благодаря простому и удобному приложению. Когда Блюос выходили на рынок, они решили сделать ставку на более высокое качество звучания при столь же удобном интерфейсе, что, как мы знаем, у них и удалось. Сегодня Блюос – это один из главных игроков на этом рынке. Так вот, когда в Монитора Аудио стали разрабатывать новую линейку Роксана Тесса, вот сейчас нежданчик для части аудитории, да, Роксан принадлежит компании Монитора Аудио, чьи колонки, по идее, должны стать идеальными компаньонами для компонентов Роксан. Так вот, при разработке усилителей от Эсса, Монитора Аудио решили купить лицензию именно у Блюос, потому что думали об удобстве массового пользователя и заодно возможности объединения с уже имеющимися у потенциальных покупателей Блюос совместимыми девайсами. Что касается удобства Блюос, управление происходит через фирменное приложение для телефона или планшета. На планшете это выглядит очень хорошо. Интерфейс продуманный, отсюда можно переключаться между входами усилителя, регулировать громкость, само собой, и управлять воспроизведением многочисленных стриминговых сервисов. Интерфейс управления воспроизведением простой и исчерпывающий. Никаких лагов на устройствах Apple я не заметил, все работает быстро, как часы. В целом у стремителя от Эсса простой, удобный и самодостаточный девайс, который закроет все технические вопросы сразу на старте. Плюс он хорошо подготовлен для каких-то будущих расширений системы, если владелец захочет, да? Телевизор или приставку по оптике, пожалуйста, вертушку без проблем. В принципе, серебристый усилитель без стримера предлагает все те же бонусы при расширении системы. И цифровые входы, и фонокорректор здесь абсолютно такие же. Но сегодня мы его используем в связке с CD-транспортом. Сам транспорт, он довольно минималистичный и ортодоксальный. Три кнопки управления воспроизведением, центральный лоток и небольшой оранжевый дисплей справа. Его оптический привод читает только классические компакт-диски 1644. Правда, в связке с устремителем он еще может читать некие компакты, записанные в формате MQA, коих, думаю, никто из нас не видел. Поэтому пренебрегаем этим фактом, да? Транспорт имеет только один цифровой коаксиальный выход и больше ничего. Задняя панель абсолютно пустая. Все цифровое преобразование в данном случае происходит на стороне усилителя. Если говорить о разнице в качестве звука между CD-транспортом и BLUO-стримером, то она по большому счету стремится к нулю. Я не заметил очень уж критичной какой-то разницы между одними и теми же альбомами, которые я воспроизводил с CD и с Cobus. Но если придираться, компакт-диски мне понравились почему-то чуточку больше в своей массе. Звук компакта все-таки несколько более прозрачный, на мой взгляд. Итак, друзья, у меня было четыре пары разных колонок, и вот что я могу сказать о связках с ними. Полочники монитора AudioSilver. Несмотря на то, что это самые недорогие колонки в тесте, делают самый аудиофильский звук за свои деньги, как мне кажется. В связке с Roxanne они звучат очень детально и прозрачно. Строят в моей комнате действительно очень внушительную сцену. В минусах для кого-то будет то, что эти колонки могут быть слишком строгими, и какую-то музыку могут подавать суховато наверха. Плюс колонки дают меньше всех баса в силу своего форм-фактора и размера, да? Зато тот бас, что они дают, очень высокого качества. Плотный, быстрый и упругий. Но с этими колонками все сильно зависит от того, какую музыку вы любите. Лично мне на них понравилось слушать быстрый и тяжелый рок, вроде Гаджира, Мастодон и всего такого. Колонки очень хорошо держатся на такой музыке. Например, знаменитая гаджировская драм-соло с лайва 2007 года здесь звучит безупречно, несмотря на то, что большому барабану несколько недостает веса. Но это абсолютно не портит удовольствие, потому что пространственный реализм просто чумовой. Кстати, здесь отлично идет разная электроника. Air, например, потрясающе звучит. Более крупные трехполосные полочники Warfdale Linton. Они звучат теплее, у них больше баса, естественно, но он не такой собранный, чуть более расслабленный. Линтоны в связке с Roxanne в целом звучат очень нейтрально, с легким уходом в теплую подачу, но с абсолютно нейтральным и детальным верхом. В колонке строят чуть менее глубокую по сравнению с Silver 100, но более широкую сцену. На этих колонках мне отлично заходит практически все и особенно разный чил. Плюс не очень быстрый и не очень тяжелый рок. Классика рока, инди, брит-поп прямо великолепно, оторваться нельзя. Альбом Marciba и Charanga легко продаст вам эту связку. Вместе у Линтонов и Roxanne получается почти все. Они слегка теплые, в середине много воздуха, сочные басы с небольшим расфокусом, правда, но он не портит удовольствие. Очень меломанские колонки. Любители молдскула в звуке, да и в дизайне, как видите, они придутся по душе. Теперь о напольниках монитора Audio Silver 300. Удивительно, но эти колонки не сильно-то и басовитие полочников. Конечно, они басовитие, само собой, но стоящие рядом Линдоны увесистее на низах. Зато напольники заметно интереснее на середине. Они чище подают вокал, да и вообще в целом эти колонки играют более открыто, прозрачнее и собраннее, чем все сегодняшние конкуренты. В прямом сравнении же с полочниками Silver 100 эти колонки звучат не так сухо, более полнотело и нейтрально. Хотя с ними такая же история. Ваше удовольствие будет сильно зависеть от того, какую музыку вы слушаете. На Silver 300 действительно круто слушать разные аудиофильские записи, которые не вытягивают полочники, или на которых они звучат сухо. И особенно мне на них нравится слушать музыку, наполненную интересными звуками, такую, как, например, вещи Эллен Рид. Если вы раньше не слышали это имя, это американская композитор и саунд-дизайнер, известная своими работами в области современной академической музыки, оперы, кино и театра. Одна из самых значительных работ Эллен Рид – опера «Призм», которая принесла ей Пуллицеровскую премию в 2019 году. Но я не рискну вам рекомендовать ее, только на свой страх и риск слушайте произведение сложное. Но вообще, если хотите оценить, на что способна эта связка, то попробуйте послушать альбом «I saw Monstrosity». Этот альбом – дичайший синтез классической музыки, экспериментального джаза, электроники и даже хип-хопа, создающий крайне необычный звуковой ландшафт. На колонках Silver 300 это все звучит просто восхитительно. Звук быстрый, точный, прозрачный, в меру строгий, но не звучащий, как сухарь. В общем, если любите, чтобы было быстро, точно и детально, это прямо оно. Связка именно для этого. Ну и теперь о самой дорогой связке с колонками System Audio Legend 40.2 давайте поговорим. Многие удивятся, но я не буду вам сейчас рассказывать, насколько лучший звук у вас станет, если вы купите колонки за 350 тысяч к этому усилителю. Я не могу сказать, что эта связка безоговорочно выигрывает у тех же монитора аудио. Эти колонки в связке с Roxanne не сильно-то выигрывают по детальности, да и по построению сцены тоже. Да, эти колонки дают куда больше панча, они атакуют действительно лучше, бас в их подаче сочнее, натуральнее, и он реально может вам бить в грудь. В целом, System Audio гораздо более универсальные колонки. На них с одинаковым удовольствием можно слушать и Гаджиру, и заумную академическую музыку, и синтепоп. Разве что эти колонки не звучат настолько быстро, как монитор аудио. Хотя в целом их нельзя назвать медленные, нормальные колонки в этом плане. Если отбросить вопрос цены, то я бы предпочел именно эту связку. Так, Женя, чего ты тогда нам только что затирал, что эта связка не выигрывает у монитора аудио, если она с твоих слов выигрывает? Дело в том, что усилители Roxanne Tessa не раскрывают в полной мере возможности этих колонок. Им нужен усилитель уровнем выше. Я это знаю, потому что я их слушал с более дорогим усилением, где Legend показывает себя как колонки заметно более высокого уровня, чем монитор аудио Silver. Здесь же по уровню звука разница между ними и Silver 300 едва ли оправдывает разницу в цене почти в 150 тысяч. Это вот опять же к вечным форумным претензиям. Да не играют эти ваши колонки X, мои более дешевые колонки Y звучат почти так же. Вот вам наглядная демонстрация, почему так происходит. Таким колонкам нужен более крутой усилитель и источник более крутой, чтобы раскрыться. Еще раз, связка Roxanne Tessa плюс систем аудио классная, она звучит. Но этот звук ограничен возможностями компонентов, а не колонок. Что касается каких-то итогов, то тут, конечно, все очень индивидуально. Например, как ни странно, комплект с полочниками Silver 100 и системой CD-транспортом, мне кажется, одним из самых интересных. Да, у меня больше всего нареканий к звуку было именно к этим колонкам, но я считаю, что именно этот комплект дает больше звука за свои деньги. Тут вам и детали, и скорость, и сцена отличная. Я на них почти всю Годжиру переслушал с кайфом. А это, на секундочку, самая дешевая связка в обзоре. Да, бывает суховато на чем-то, но никто не идеален. Со временем можно добавить сап, и звучание системы заметно преобразится. Связка с Linton очень хороша универсальностью. На них можно любую музыку слушать и получать удовольствие. Эта связка вообще мне видится самой развлекательной, да, по характеру. Вам тут и сцена красивая, и теплота легкая в подаче, и почти мультижанровость. Это пара прямо олицетворения фразы «не прибавить, не убавить». Самая крутая аудиофильская связка – это, конечно, пара устремителя и напольников Silver 300. Если вы слушаете хайрезы, в том числе и скобус, то будете получать огромное количество информации прямо как на очень дорогих мониторах. Эти колонки работают быстро и точно, аудиофильское удовольствие гарантировано. Связку с System Audio я бы все-таки оставил вне зачета, так как эти колонки принадлежат к несколько более высокому классу и не раскрываются здесь в полной мере, хоть и дают, на мой взгляд, самый сбалансированный звук. Вот такие впечатления у меня от всего этого, друзья. Но что подойдет именно вам, нужно решать при личном прослушивании, конечно. У вас могут быть свои предпочтения в звуке и свои впечатления. Главное, знайте, что хорошие связки не за миллионы существуют. Нужно только найти свой звук. На сегодня у меня все. Увидимся в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok